Привет! Это Анна Титова и подкаст Inside 5. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от Инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 1 декабря, пятница. История первая. В России запретили ЛГБТ-сообщество. Верховный суд назвал ЛГБТ международной организацией, никакой организации не существует, и признал ее экстремистским движением. Заседание прошло в закрытом режиме. Из-за того, что материалы получили маркировку секретно, журналистов запустили только на оглашение решения. На заседание не было ответчиков, в зале были только представители Минюста. Решение огласил судья Олег Нефедов. Он закрыл лицо медицинской маской. Открытый гей-пропагандист Антон Красовский заявил, что он с этим решением суда смиряется. Потом он назвал экстремистами российские независимые медиа, которые выпустили манифесты в поддержку ЛГБТ-людей и поменяли свои логотипы на радужные. При этом решение суда раскритиковала дочь пропагандиста Владимира Соловьева, Екатерина, которая написала в своих соцсетях, что даже Оруэла уже бы стошнила. История вторая. Борются в России и с абортами. 30 ноября стало известно, что в Нижегородской области официально запретили аборты во всех частных клиниках. Депутаты Законодательного собрания области большинством голосов и без обсуждения поддержали внесение поправок в федеральное законодательство. В этот же день Липецкая область отказалась от абортов в частных клиниках. Как сообщила замглавы губернатора области Ольга Белоглазова, соответствующее соглашение подписало региональное управление здравоохранения. История третья. Двое мужчин открыли огонь по автобусной остановке на въезде в Иерусалим. Погибли три человека, шесть получили ранения. Нападавших застрелили на месте происшествия двое солдат, которые не были на службе, но были вооружены. Девятый канал сообщает, что исполнители теракта были в прошлом связаны с Хамас и отбывали сроки в израильских тюрьмах. Один из них 8 месяцев, другой 10 лет за преступления против безопасности Израиля. Нападение произошло в шестой день перемирия между Израилем и Хамас в секторе Газа. История четвертая. Бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссингер умер в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет. В 1969 году Киссингер занял пост советника по нацбезопасности США и работал на этой должности до 1975 года. Также он был государственным секретарем и единственным человеком, который занимал два эти поста одновременно. Генри Киссингер был одним из самых влиятельных дипломатов 20 века. Его усилия привели, в частности, к подписанию Парижского мирного соглашения о прекращении войны во Вьетнаме. В 1973 году он получил за это Нобелевскую премию мира. После войны на Ближнем Востоке Киссингеру удалось стабилизировать отношения между Израилем и соседними странами. Также он сыграл значительную роль в сближении США и Китая и налаживании отношений с СССР. История пятая. На золотом граммофоне владелец русской медиагруппы, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев и певица Ирина Дубцова выдали сертификаты на миллион рублей каждый двум российским военнослужащим за уничтожение во время войны в Украине немецких танков «Леопард». Имена военнослужащих неизвестны, а их лица были скрыты. Никогда не надо забывать, кому мы обязаны быть в теплой Москве, проводить эти концерты. Мы обязаны нашим героям. Поэтому мы сейчас с Ириной вручаем наши сертификаты. И я надеюсь, что пример нашей хрупкой девочки будет как минимум для тех артистов, которых я назвал и которых я не назвал, чтобы не тратить время нашего эфира. К сожалению, очень и очень далеко не многие захотели показать свою гражданскую сознательность. Еще раз большое спасибо от вашего имени. В июне Владимир Киселев объявил об учреждении денежной премии за уничтожение танков «Леопард». Инициативу поддержали Григорий Лепс, Николай Басков, а также некоторые другие известные артисты. Вот с Григорием, который внесут свой денежный вклад от себя лично о том, что сказал до этого Владимир Владимирович. И я надеюсь, что огромное количество наших коллег присоединятся. Немецкие танки «Леопард» передали Украине западные страны. По 3 миллиона рублей за захват «Леопарда» обещал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Актер Иван Ахлобыстин от имени неназванных представителей крупного российского бизнеса обещал премию в размере 10 миллионов рублей за каждый подбитый американский Абрамс. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.